Всем привет, ребята! Ну что, никогда такого не было, и вот опять, да, сколько раз уже можно говорить эту фразу. Но, видимо, пока работаем, так и будем говорить. Итак, Санкт-Петербург. Сейчас рассказываю два таких события. Одно было очень громкое, и, как всегда, спускаются на тормозах и пытаются подзамять. Второе, которое я вам сейчас расскажу. Итак, первое. Это те дела, с которыми у нас сейчас работает северный человек в Санкт-Петербург. Руководителю Александру большое спасибо, всем ребятам, кто в теме, тоже большое спасибо. Итак, помните громкий случай в Санкт-Петербурге, где азербайджанец подрезал на дороге русского человека, выскочил его с такими обшарашенными глазами, какой-то он там борец там. Вот. Зовут его... Я записал, я не запомню. Его зовут. И вот он кричал, что всех русских он ненавидит, православных он ненавидит. Кричал также про Украину. Много чего он там понаговорил. Ну, конкретно на 282 наговорил 100%. Потом, когда его задерживали ДПСники, он на них напал, подрался с ними, смог убежать. Его потом поймали второй раз. И тогда он уже с испуганными щами, весь такой трясущийся, на мандраже что-то там рассказывал про извиняшки. Ну и такие, если побазарили, да забыли. Правильно? Но я вам всегда говорил, что наши ресурсы не являются новостными, что мы просто освещаем новости и ладно, забыли. Мы 80% того, что мы освещаем, мы за это беремся работать. Работаем годами. И данный случай не исключение. Все позабыли уже, наверное, да, арестовали, классно. Суть вот в чем. Наши люди сейчас там работают. Выясняется, что 282 нет там. Почему? Потому что никто из тех, кто ведет это дело, полиция, не удосужился найти того самого человека, которого подрезали и оскорбили. Потому что должен быть кто-то потерпевший, который напишет заявление, что его права были там и так далее. Ну вы понимаете. То есть нужен этот человек. Его никто не удосужился искать. А это не сложно. Это вообще не сложно. Это просто вот так делается. Но никто этого не делает. Намеренно. Ему сейчас, получается, инкриминируют две статьи, там 148-я, по-моему. Ну, короче, при хорошем адвокате, о которой у него уже есть, и нам это доподлинно известно, потому как у этого, значит, близкий родственник, я не помню кто, является депутатом, серьезным депутатом в Питере. Мало того, благодаря питерскому губеру, привет, вместе с его дружбаном из Мурманска, привет тоже, азербайджанская диаспора на территории Питера делает вообще все, что захочет абсолютно. Поэтому вот этот вот Алиев, он и думал, что он может так себя вести. Теперь его вытягивают. Никто не ищет. Мужчину аварий. Кстати, мужчина, если вот ты сейчас видишь, кто знает его косвенно, как-то, обратись в Северный человек в Санкт-Петербург, пожалуйста, чтобы мы могли вот этому Алиеву 282 запихнуть по самой Небойусе. Это возможно, в принципе, сделать. Сейчас мы будем поднимать общественный резонанс. Я прошу всех обратить внимание на этот случай. И разные структуры, которые занимаются этим, особенно отдел собственной безопасности, обратите внимание, там дело спускают на тормозах. Опять же, диаспора работает. Ну как за такие слова нет 282? Ну как? Дискредитация СВО абсолютно по национальному признаку, по религиозному признаку. Вы там чем занимаетесь, те, кто ведет это дело? А те, кто может повлиять, пожалуйста, повлияйте. Но это уже переходит в все рамки. Я сейчас выложу еще. У нас там адвокат тоже по этому вопросу ездит. Еще там есть общественники, которые конкретно нам дали информацию, что да, дело прямо тормозят по полной. По полной. Ну как 282 не дать? Поэтому мы работаем по этому делу дальше. Просто знайте, что этого, я не знаю, как его назвать. Его хотят точно так же, быстренько там, сейчас ему там вот эти две статейки дадут, подспустят на тормоза, потому у него появятся очень хорошие характеристики. И, ну и там, полгодика условно, штраф какой-нибудь. И все. Вот так происходит. То есть, вы видели, что он натворил? Поищите это видео, я не хочу заморачиваться. Е-богу, делаю так много. Кто в теме, видели, кто нет, поищите это видео. Чего он там по наговорил? Он напал на сотрудников, драться полез. Понимаете? Ну это же, ну это же перебор. Поэтому сообщаю всем, что северный человек по этому вопросу работает очень резервно. Будем добиваться, чтобы 282 ему инкриминировали и дальше поехать. Теперь. Второй случай. Санкт-Петербург. 9 мая после салюта трое русских ребят, и с ними была девчонка русская, они шли и зашли в магазин. Девочка сказала, мне надо в магазин зайти. Она зашла в магазин, говорит, мы видели, что за ней дошли трое мужчин кавказской наружности. Ну, были, говорит, похожи на дагестанцев. У них были бороды без усов такие они. Вот. Они, говорит, зашли за ней. Она буквально через несколько секунд, минуту выскочила вся с трясущимися руками, испугана. Говорит, они меня начали хватать за ноги, за ягодицы, предлагать что-то там. И она выбежала. Ребята подождали, когда эти кавказцы выйдут с магазина. Им задали вопрос, ну, типа, ребят, вы ничего не перепутали, что за поведение. Они говорят, ну, пойдем за угол отойдем. Наши пацаны с ними дошли за угол, пацаны молодые все. Пацаны русские с ними дошли за угол. Там начинается вот эта движняка серии. Один сразу сказал, что я тебя сейчас воткну. Ну, парнишка, который вот, чья мать к нам обратилась в Северный человек, Санкт-Петербург. Это что я сейчас, кстати, предоставлю. Он, как, я, как, сразу понял, что сейчас начнется, сразу начнется. Они, как, уже дерганые были. Поэтому он начал наступать, как бы, здесь, в данном случае, понятное дело, можно сказать, почему он сам нанес удар первый. Ну, потому что, как бы, женщину русскую облапали в магазине, предлагали интим, нетрезвые товарищи. А потом они там стояли и конкретно уже быковали. Пацаны были постарше. Эти пацаны молодые. Вот. В общем, у них началась потасовка. Один из Кавказцев убежал за угол и с ним прибежало еще человек 10. В общем, 15 человек. От 15 человек вот эти наши трое молодых пацанов отбивались. Причем нормально отбивались. Но, естественно, как бы, отхватили численный перевес и так далее. Бывает, молодцы, красавчики, не трухнули, за свое вписались. Руководитель все проверил. То есть, там, девочка нормально, хорошая, не какая-то там из серии, которая сама, знаете, там, мужиков спровоцировала, наговорила или еще что-то. Ни в коем случае там все ровненько. Вот. Пацаны отбились все путем. Но там, как бы, пострадали они очень серьезно. Нормально прям пострадали. И что происходит дальше? Они снимают побои. Ну, он приходит домой, что он весь разбитый. Мать говорит, что он? Ну, так и так. Она говорит, надо снимать побои, давай писать заявление. Сняли побои. Написали заявление. И знаете, что произошло? Им отказали в возбуждении уголовного дела. Ну, потому как, как бы, объясню вам сейчас. Я прикреплю объяснительную. Почему? Я угораю. Это, знаете, где? Внимание! Кто принимал решение, не знаю. Но раз фамилия стоит его, значит, к нему и обращаемся. Как можно было не увидеть состава преступления, а самое главное, не понять по наличию побоев, которые официально предоставлены, что там есть состав преступления. Слушайте, сейчас я прочитаю, какие побои только у одного из этих пацанов. Сотрясение головного мозга, перелом костей, носа, без клинической значимости смещения обломков, обломков, ну, без смещения обломков, но перелом носа. Параорбитальная гематома с двух сторон. Ну, множественные ушибы, гематомы мягких тканей головы, двухсторонний секреторный отит, перелом 21-го зуба, откол эмали 11-ти зубов. Ну, это вообще не причина возбуждать уголовное дело. Ну, что вы, ну, что вы бузотерстым занимаетесь в натуре? Ну, вам же говорить. Ну, а знаете, какую работу проделали? Вот это вот, очень крутую. Они не нашли ни одной камеры видеонаблюдения. Ну, это же Санкт-Петербург. Откуда там камеры наблюдения, правильно? Ну, это же деревня какая-то. Я живу в Воронеже, у нас камеры наблюдения просто в каждой дырке. В каждой. В магазине даже должна быть камера наблюдения. Вот. Ну, не нашли ничего. Дальше они сходили и опросили местных, как бы местных таких вот, кто на учете стоит, алкоголиков и наркоманов. То есть, они походили, типа, здорово, наркоманы. Вы не видели, случайно, тут драка была? Нет? Ну, ладно. Привет, алкоголики. Че, извините, что отвлекают, пацаны. Ну, правда, извините, но работа такая. Вы не скажете? Драка тут была, тут кавказцы, шум был. Они избивали пацанов, запинывали. Вы не видели? Нет? Ладно, извините, что беспокоил. Вот такая работа была проделана. Как можно было отказать в возбуждении уголовного дела, когда троих пацанов просто замесили? Да есть там свидетели. Да там сто прудово есть видеокамеры. Как тогда это происходит? Почему отказали в возбуждении? Ну, вот они там походили, что-то посмотрели, поискали. Ну, и как бы особо-то ничего не нашли. Ну, и зачем уголовное дело заводить? Правильно? Зачем заниматься бузотерством? Поэтому, опять же, я призываю всех, кто смотрит это видео. Я знаю, что мои видео смотрят много из разных структур, из разных миров людей. Я вас очень прошу, обратите внимание на вот этот вот отдел Санкт-Петербурга. Как они работают? На кого они работают? Ну, как это происходит? Ну, как можно было наших пацанов вот просто вот так, ну, шквартнуть просто? Понимаете? А почему это происходит? Знаете, почему? Ну, потому что за жопу все свою боятся. Мужичка боятся включить. Боятся ввязаться в дело, которое потом не расследуешь. Система, 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 система. Так мне тоже объясняют иногда. Но почему есть другие? Из полиции, из других отделов, которые что-то как-то система, система работает. Мужичка надо включить? Да, у нас сейчас структура полиции, ну, по крайней мере, пока мы наблюдаем, пока мы наблюдаем, не все, ни в коем случае не все, но каждый, сука, раз ты сталкиваешься с тем, что идет совместная работа с диаспорой. А про Питер, так это вообще, можно и не рассказывать, все и так в курсе. Поэтому вот, за это дело мы тоже взялись, северный человек, Санкт-Петербург взялись, с семьей на связи. Ну, вот такая история. Беремся, работаем дальше. Всем большое спасибо. Все, кто хочет помогать, господи, в Санкт-Петербургском отделении Северный Человек. Официальный ресурс канал есть, руководитель там есть, много, много ребят. Приходите, помогайте, всегда будет полезно. Да и по всем городам, где Северный Человек, приходите. И, кстати, поздравляю, Магнитогорск, все, буквально сегодня создается ресурс, на днях начнет работать. Остальные города сейчас постепенно, потихонечку буду добавлять. Поверьте мне, ну, мне сейчас был такой очень сложный, сложный период по работе. Завал невероятнейший просто. Поэтому я, видите, и каких-то материалов не так много выпускаю, потому что просто вот беготня. И, если честно, как всегда я им говорил, есть много каких-то маленьких вопросов, которые маленькие в том плане, что их решить можно быстро, не нужно поднимать общественный резонанс, кипиш и так далее, там кого-то подключать, а можно просто позвонить, сказать, дружище, пожалуйста, ну, вот это ты же можешь, могу. Ну, посодействуй, пожалуйста, бах-бах, посодействуй. И слава богу. Еще раз я говорю, мы для того, чтобы заниматься делом, а не для того, чтобы просто освещать новости. Ну, по крайней мере, я могу сказать за себя, за наш движ, за наших людей. У нас вот такая система работы. Мы занимаемся делом в первую очередь. Всем большое спасибо.